Доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще раз с вами по-прежнему Год Хант и Каспер, и мы продолжаем смотреть E-Home Secret, это карта по номерам 2, и E-Home ведут со счетом 1-0. И если вдруг сейчас секретные наши ребята потерпят поражение, то... То я не завидую сетке лузеров, вот что я хочу сказать. А в лузерах выйдет жесткая резня, действительно. Но с другой стороны, учитывая то, как хорошо сейчас E-Home отыграли, непонятно, что же все-таки хуже, E-Home или Secret в нижней сетке, но сейчас у E-Home есть шанс пройти дальше по венерам, стать обладателями минимум миллиона с лишним долларов, и просто отдыхать некоторое время, ждать следующего оппонента. Ну давайте, поехали, поглядим, кто на ком идет играть. Команда E-Home, уж у нас будет играть на Гирокоптере, Найт Сталкер, Лан Эм, суппорт Найт Сталкер, ДДС, суппорт Рубик, Сити Уай, в миде на Темплар Ассасин и АОТК, как официально звучит его никнейм, но у нас он по привычке Ротк, это Дарк Сир. Ну и команда Team Secret, Пупей, Дазл, Зай на Аксе, С4, Шадоуфинд, Куроки, Вичдоктор и Артизи на Антимаге. Да начнется битва, как говорится, придется делать камбэк с Сикретом, потому что нужно выиграть две карты подряд. Одну благополучно слили, причем, как отметили наши аналитики, слили сами. Слили сами, действительно, стартанули Сикретов на первой карте просто феноменально, в итоге, потом, чуть позже, на этой же первой карте, они смогли настолько удачно залить, что просто врагу... Отличные каски, хороший бодиблок от Зая, и ДДС погибать здесь должен, определенно, слишком долго реагировал Рубик, и в итоге погибает. Вот нам подсказывают, что жадный пик играл уже 9 раз. 4 победы, 5 поражений. Не такая уж и разгромная статистика, как могло бы показаться. И вот правильные сомнения вызвал этот пик у наших аналитиков. Я тоже не понимаю, почему такие жадные пики не наказываются очень активными, агрессивными, быстрыми стратегиями. И сейчас у Ихоум есть реальный шанс это сделать. У них пушера в семьях нет. Нет, у них есть не пушеры, у них есть очень мощные бойцы. Это Найт Сталкер, это Темпларка, это тот же Гирокоптер, Рубик, который может подворовать что-нибудь толковое. Это действительно нереально мощные бойцы в начале, в середине игры. Ну, Найт Сталкеру немножечко, конечно, бы левел не помешал, но если вдруг первая-вторая ночь закончится для него более или менее успешно, этот суппорт тому же Дазлу или Вичдоктору просто жизни не даст. У нас тут внизу начинают подбивать немножко. Сейчас наверху Зая подбивают. Тут всех везде подбивают. Слушай, а Зая Баражон-то пробивает очень-очень некисло. Купей пытается подблочить, еще одна тычка не хватает. Но Купей расстреливают и это уже враг. Пауза, что-то случилось с Найт Сталкером, он сейчас очень в невыгодной ситуации стоит под вышкой. Он просто встал и... Причем есть поджог лаксом. Он подрежет ему в спид, что позволит Вышке сделать пару лишних тычек по Найт Сталкеру и, скорее всего, это будет смерть. Пять армора, это, конечно, здорово. Короче, что ты драматизируешь? 296 хп. 110 атаки. Количество брони 25. То есть из этих 110 не долетает 20-35. Ну, четверть. Ну, ладно. Ну, 27, ладно. Короче, суть не в этом. Ну, поджог. Ну, что поджог? Поджог первого уровня. 16 урона в секунду. Там дело не в уроне, дело в... Смотри, в него попадет максимум три тычки. Максимум три тычки. Три тычки по 75. Ты ему решает, сколько в него попадет. Смотри. Три тычки по 75. Это отнюдь не 300. Сударь. Это, ну, близко. Ну, так себе на самом деле. В плане близости. Смотри. Начинается игра. Смотри. Смотри, раз. Два. Он даже поджигать не стал. Три. Три тычки. Четыре. И если бы он его поджог, он бы скуклился нафиг. Да не скуклился. Скуклился бы. 50 хп. Он бы еще тангустил. В смысле? 50 хп. Причем тут это, еще бы тычка пошла, потому что у него 12% мувспит бы порезался. Так у него последняя уже долетала на максимальном режиме. Не важно это. Ну, раз это не важно, тогда у меня больше нет аргументов. Ну, вот и все. Скуклился бы. Я тебе говорю, скуклился. Зай зажал маны. Все было бы нормально. Ладно, Артизи на полном фрифарме. Антиваг, третий уровень, уже экспуню не лечит. Соответственно, качаться будет очень быстро. Качается без всяких плюсиков. Идет с пылы. Хотя, возможно, на четвертом сейчас начнутся те самые плюсы. Покупается топорик. Да, тут у нас интересная была битва за руну. Темпларка пришла, точнее, не темпларка, а ротк прибежал на линию, на нижнюю, на рунспот на нижнюю. Попытался руну отобрать, но, естественно, ничего не получилось. Пишет, манерный зай не стал поджигать залагавшего Ланэма. Какой, какие манеры? 18 миллионов, шанс на 18 миллионов. 100% шанс практически на миллион. О каких манерах идет речь? Вы отмените здесь уголовное наказание. Тут кровавая бойня начнется. В ближайшие 5 минут сразу же. Ну, я почти уверен, что так бы и было. У нас тут в миде достаточно серьезно проседает S4, играющий на шедуфинге. И что там у них по крипстату? 12-6-9-2. Ну, опять же, мы проходили уже это в прошлый раз. То, что SF нуждается в небольшом разгоне. И сейчас он его и получит, я думаю. Сейчас будет 5-й левел, какие-нибудь 3-й кайлы. Темпларка очень хорошо сейчас в ластхейте, за счет того, что иллюзии имеются. Ну, и счет пока 2-1. Антимаг. Вот, разберем пока тему с антимагом. У нас пролаг очередной, небольшой. Надеюсь, небольшой. Надо поджигать. Надо поджигать? Где? Где поджигать? Я не знаю. Но надо сейчас срочно кого-то поджигать. Галемов. Например, Галемов можно поджигать. Мне так нравится вот эта его картинка с второй обилкой. Смотри просто. Они очень пугающе выглядят на самом деле. Реально пугающе. Типа есть что? Вот реально есть что? У нас двое уже. Да, шарт, сплит. Жаль, когда не убиваешь, появляются два маленьких, там 4 уже. И 8. И пока не остается просто... Вся карта засыпана. Галемов. И у них там по пол хп, то есть ты даже просто наступая на них их уничтожаешь. И ничего за них не дают. За ничего, они просто плодятся, все лагает. Да, да, да. Хорошо, что не мы делаем доту. Проблемы... Нет, проблемы даже не с коннектом. Проблемы с компьютером. Может быть, звук. Может быть, крутая карта, друзья. Это суперкрутая карта. Рэдианты. А когда на ней начинается статик линк, он высасывает из одного героя в другого, и это все совпадает. Да, из одной будки в другую. Из одной будки в другую высасывается. Когда падает, мы уже говорили, кулдаун, да, гироколтера, там тоже такая здоровенная красная цель по центру. Уль Джакира просто феноменальный, там просто такой огонь на всю дорожку. Короче, выглядит суперкруто. Как я там говорил, если вы этого не видите, жаль. Жаль. По-моему, он вас хейтит, дорогие зрители. Хейтирок? Я не хейчу. У нас тут, кстати, есть много русскоязычных зрителей, которые сидят прямо у нас за спиной. Где-то пять. Они с ней, их на самом деле намного больше, когда играли наши ребята. Разрозненно они сидят. Там было очень-очень много, так что если вы вдруг где-то неподалеку, например, в Сиэтле, то можете к нам заскакивать. Да, приходите. Да, да, да. Да, ну мы ждем, пока у нас парни все-таки настроятся. Вы можете пока зайти в Доту и купить наши автографы, например. Маркетинг ЛВЛ-100? Легкий байт на Бугатти. Это моя фишка с Бугатти. Ладно, ладно, Калина. Хотя бы на Калину. На Калину если накапает, я вам благодарен, дорогие друзья. Да, если вы не поняли, о чем говорит сейчас Витя, я вам еще поподробнее расскажу. Маркетинг все-таки надо продвигать до конца. То, что зайдя в саму Доту, в магазин Доты 2, вы можете найти новые сундуки с Имморталками. Их два разных сундука. И к ним можно прикреплять автографы. Не-не-не, не так. Одного из нас, из наших аналитиков, из наших всех вообще комментаторов, которые есть на интернешнале, здесь, сейчас. И, естественно... Немного подробнее, дорогие друзья. Заходите в магазин, вбиваете в поезд. Год хант, высвечивается два сундука. И купили. И купили. Все. Продано. Продано. Не-не-не, так дела не делаются. В смысле? У тебя на Бугатте уже есть? Я до сих пор без Калины. Я пока потихонечку приближаюсь к колесу от Бугатте. Хотя бы. К диску. Хотя бы к покрышке. Ну, уже неплохо. Я думаю... Начало положено, Роман. Начало есть. Главное начать. Еще четыре покрышки. Можно уже начинать на диске собирать, я думаю. Будешь вот так вот поездить, как Бэтмен. Да, ну что ж там, ребята, в будках происходит. Пока не совсем понятно. А вот нам как раз подсказывают, что там происходит. Вроде бы все в игре. Вроде бы все на месте. Я так понимаю, что сейчас последняя проверка перед боем. И мы продолжим. Пока только старт игры. Пока еще рано говорить о том, кто здесь все-таки победит. Начало хорошее у одних, у других. Нельзя сказать, что кто-то кого-то загнобил изначально на линии. Но вот. Наконец-то отжали у нас паузу. И мы возвращаемся в игру. Купей пока остается в соло на оффлэне. Соответственно, Герокоптер здесь на фри-фарме. Вот, если вы можете кого-то назвать. Ну, ровно точно так же, как и Артизи. У них абсолютно одинаковая ситуация. И по криптации при этом Герокоптер проигрывает. Ну, Герокоптер некоторое время стоял против героев. И он их даже ходил, убивал. У них есть бонус. У них есть бонус в виде Ротикея, который сейчас смещается в лес. Да, будет на полном фри-фарме АЭМ, он же Майгина. И при этом Ротикея будет вывозить айтемы в лесу. То есть, какая-то мека, возможно, у него появится. Или еще что-то подобное. Форстаф, неважно. Даггер для инициации, что угодно. Ну, вообще, да. Вообще, то, что Дарксир может самостоятельно фармить леса, это такой небольшой бонус. Учитывая то, что Сикрет сами бодаться не собираются в ближайшее время, то Ехоум могут, чисто гипотетически, при первой же возможности, при появлении первых каких-то коррортов, просто выйти и убивать. Да, Пупей умер. Будут ли телепорты от игроков команды Сикрет? У Акса нет ХП. Акс уже здесь не появится. И находит Пупея. Рокет Бередж минус Дазл. Очень просто. Даже не стал на себя Грейв пешить. И он есть? Есть. Есть, но Лопу еще выиграть время какое-то, но решил, что... А хотя, может, быстрее умереть и быстрее вернуться, это тоже... Возможно, это и был план, не знаю. Пупейхи-то точно виднее. И вышку уже практически спушили, Ехоум. Первый Тауэр, первые деньги, первые команды... Заставили еще и ТП отменить. Ой-ой-ой. А это, по-моему, кто был? Кто летел с ТП? Ну, тот, кто на базе, наверное. Ну, у него просто слотов нет. Это Пупей, значит. А Пупей был. Да, потому что у Зая кулдауна на телепорте нет. Ну и Сити Уай в миде. Засел. Сидит. С4. Подошел. Что у Пупей нет сапога. Ну, это проблема суппортов, которые покупают телепорт, и потом их отменяют, умирают еще при этом. Ну, там, пожалуй, именно так и остается. Очень много денег теряется. Антимач там просел очень плотно. Ну, вот неприятно ему стоять против Дарксира. Тем более, Дарксир в лесу быстренько на стаках получил пятый уровень. А третий щиток это уже... То очень больно. О-бо. Ну, вот, смотрите, сейчас подходит Антимак. Вроде бы, и если вы посмотрите прямо над ним, над головой, это не так сильно заметно. Но если выделить модельку и посмотреть на конкретный хилсбар вот здесь, внизу, вы можете невооруженным взглядом просто увидеть, насколько быстро отлетает здоровье УАЭМа. То есть ты идешь добивать двух-трех крипчиков, в итоге теряешь изрядное количество ХП. Ну, вот, прямо сейчас. 40 ХП отлетело. Да. Ну, а просто все умножаете на огромное количество повторений, и в итоге получите серьезную сумму. У нас тут Ротк пока делает отходы, и его находят, да, его находят. Это будет минус Аутикей. Ты подожди. Ой, да ладно, может быть, сейчас еще Эншенты завалят. Фойл. Да, отличный фойл. Не успел добежать Дарксир. Ланэм третьего уровня, кстати. Найт Сталкер пока что не особо реализован, все прокачано по единице. В первую ночь особо много шухеров не получилось сделать. А, это супор Найт Сталкер, это другой Найт Сталкер. То есть, Сикрит сами по себе играют достаточно пассивно, плюс у них есть Даззл. То есть, ты можешь либо убивать непосредственно самого Даззла, пытаться убивать, потому что убивая СФа, ты, возможно, ничего толком не сделаешь. И вот сейчас попытка забрать СФа, тут на месте Даззл. Ребята понимают, что надо разминать до тех пор, пока не будет потрачен Грейв. Потом, возможно, вернутся и попробуют забрать либо Даззла, либо СФа повторно. Но интервалы нужно сокращать очень серьезно, потому что кулдаун там не такой уж и большой. 35 секунд, 35 секунд. Ну, я имею в виду, сейчас прямо осталось до следующего Грейва, и можно за это время успеть. Юш имеет кулдаун. Естественно, выход мидал может состояться. Очень рискует сейчас сильно купей находясь. Там Юшки найдут СФО, СФО будет ли кулдаун, да, видит его Юшки, тут уйти не получится. Офигенный выход от Гирокоптера. Просто невероятный агрессивный мув, который приносит огромные плоды его команде. Да, подрезал СФ у души, оставил его без фарма. И идут на Пупея. Это минус Пупея. Дожди, есть Грейв. Есть Грейв. Так и в толку он проживет этих 5 секунд, но он не выживет здесь никак. Вот он. Это Пупей. Возможно, просто не хочет кулдаун на Грейве начинать, чтобы, если вдруг начнется драка, прилететь с телепорта, сразу же подсейвить. Это также весьма весомый аргумент. Потому что 35 секунд, ты понимаешь, ты умер, ты появляешься, делаешь ТП, прилетаешь, а у тебя еще 25-30 секунд. Кулдаун. Зай. Подцепил. Тут у нас еще и Куру нашли сейчас в лесу. Каски залетают хорошие, но Куру, скорее всего, все равно погибнет. Хотя нет, тут антимаг и дазл. Тут очень много людей. Куру продолжает хилять, нападение на Артизи. Артизи под сайленсом, Артизи пытается пробивать уроки. 5 секунд еще до кассок, есть. Вот он Грейв, который был бы необходим. И Артизи успевает уйти с длинка. И при этом выжил Зай. Выжил Зай на топе, которому не хватило ровно одной пички от гирокоптера. Забирает на отсталкеров. Еще и DDC здесь погибает. В итоге минус 2 от команды Сикрет. Они дают бой. Крапалей просто не хватало, на самом деле, Ехоумом, чтобы додавить. Что на топе, что на ботами. Одной тычке. Это тот самый противный дазл со своими Грейвами. Если грамотно не менеджерить это время, да, тайминги между его спасительными обилочками, то между его спасительными обилочками. Что же я начал заговариваться-то? Так вот, если этого не делать, вы рискуете попасть в просаг. Просаг выглядит так, как только что нам продемонстрировали Ехоум. Что будет забирать темп ларка? Смотри, ПТ Аквилы. Либо даггер, либо дезолятор. Обычно сейчас так пакуются. Вот, хорошо. Нападает на С4. Это минус С4. Однозначно. Подсева не будет. Отсюда СФ не денется. Ну, о каком подсеве может идти речь? Даззл бы даже если сейчас на вышку прилетел, если бы находился слишком далеко. И Даззл пока пытается в миде получить левел. Я уверен, что это будет третьего левела уже Грейв. Кулдан будет всего 30 секунд, а это уже весьма быстро. Артизи, ПТ Персиверон, 150 на руках. Десятая минута игры. В принципе, если все так же продолжится, то БФ будет тайминговый. А вот мне на Ланэм интересно посмотреть. Все-таки роль у него весьма необычная. Это Суппорт Найт Сталкер. Ему тут еще купей помогает Крипчиков добивать. Так вот, Суппорт Найт Сталкер это специфический персонаж. С одной стороны он вроде бы немного якорный, и с другой стороны обилки-то у него все равно неплохие. При наличии ватных суппортов у противника, его войд, он крайне эффективен. Все-таки там микроостанчик есть. Можно сбивать Дезвард, допустим, у Вичдоктора того же. Плюс Сайленс. Сайленс ночью, который действует просто огромное количество времени. Сайленс, ты понимаешь, что вешать на АЭМа 50% миссов, вот что, наверное, гораздо ключевее. Ты прав, абсолютно прав. Многие забывают про эту замечательную способность. Многие, как и я только что сказал, думают, что это только Сайленс, но это не так. И миссы, я был свидетелем пары матчей, когда эти миссы были серьезной палкой в колесах коня, с которого потом падали. Как мы уже недавно разбирали. Это падает с коней неприятность, секреты могут про это рассказать. 19.7 уехом с гиро в 6.84. Неплохо, хорошая стата. Да уж, и Найт Сталкеру пролетает урна. Урна уже неплохо, до следующей ночи остается не так много времени. Плюс у него уже имеется левел 5, это третий войт, это 255 урона. 4 секунды замедления. Очень неплохо. Пока только одна спушенная вышка на топе. Ситяй, касочки. На этом все. Ну вот. Рефракшн сбить не могут. Тут одними касочками сыт не будешь. И продолжается, правда, фарм сейчас у Шадуфинда. СФ на первом месте по Найтворсу с отрывом в 500 голды. То есть у него уже будет мека. Вот то, о чем, опять же, наши аналитики вспоминали, что СФ достаточно быстро фармит себе на меку. В итоге с ним драться просто намного тяжелее становится. Нельзя его так просто подойти и запушить. Он намного активнее принимает бой. И намного эффективнее в этом бою, естественно, становится. Вот он, Меканзин. 12-ая минута. Очень недурно. Ну, Сетивай продолжает ковырять вышку. Тут же уж и выход. Торгли Ланема. Ночи искусственной нет. Калдаун кинули. Зая сможет сагрить. Правда, очень много демонов получает. Еще и Войт Артизи будет нырять слепую. Спанули Ланема. Плохая очень позиция у Яхон. Здесь нужно просто уходить, отдавать этого товарища Ланема. Или же нет. Слушай, они нападают. Сейчас на С4 есть стенка. Хорошая стенка. Ну и теперь иллюзии начинают драться. Каски, правда, прыгают очень недурно. Артизи с блинка вынужден уходить. Убивают здесь Зая. И скорее всего не уйдет Куроке. Да, Куроке здесь тоже будут убивать сейчас. ДВС ворует каски. Сейчас при первой возможности их скорее всего кинет. Или даже не будет кидать. Не дает кинуть Куру. Касочки. В итоге очень удачная драка для Яхоу. Ну, казалось бы, она начиналась совсем провально. Но в итоге вот этот жирный Найт Сталкер, которого долго ковыряли. Хороший врыв Дарк Сира с его стенкой. Все это перетекло в плюс. Да, вот Дарк Сир свою стеночку очень там подпортил всю ситуацию. Когда три иллюзии появились, они начали сжирать много внимания, скажем так, на себя. Да, ну и пока я смотрю на этого Даззла, он совсем бедный. Причем у него не появился третий Грейв. То есть у него кулдаун по-прежнему несколько выше. Решил подхил качать Купей. Подхил удобно брать, когда АМ близок к Монте. То есть когда появляется Монте Стайл, но можно много демэджа нанести через эту связочку. Да, еще одна Т1 падает. И еще одна Т1 команды Team Secret осыпалась. 13-ая минута. Обращаем внимание на творцы. Топ-1 СФО. Следом идет Геррокоптер и СТА. Они примерно одинаковые. И преимущество у Яком около 2000 по золоту и 250 единиц по экспириенцию. Очень-очень неплохо. Вот, опять же, ночь идет сейчас. Найт Сталкер бегает. Очень много вижена агрессивного у ребят из Яком во вражеском лесу. Они понимают, что врага во вражеском лесу нет. Значит, он находится в их собственном. И сейчас будет стычка. Коулдаун не достает по Пупею. И по Артизи в итоге. Пупей тут, естественно, умрет. Но Артур сделал ТП-аут. Ну, много времени выиграли. Т1 потеряли на... Ой, извини, там, СТА Артизи. Подмыл дом-то. Как он его пробивает? И посмотри, Артизи еле живой уходит. Он его через крипа пробивал. Так больно-то. Там скоро дезолятор будет. Я немного не понял. Просто рейндж был очень большой. Через крипа. Через крипа. Да, СТУАЙ. Задрот. В хорошем смысле этого слова. Из кабинки выйди. На улицу сходи. Да. Не понимаю, если вы воздухом подыши. СФО. Я думаю, она бы тоже не помешала. Мы уже тут второй или третий день. Света белого не видим. Ничего страшного. Ладно, смотри, СТАЙ. 1700. Я сомневаюсь, что это будет Блэкинг Бар. И я больше всего уверен, что это будет Дезолятор. Дезолятор. Да. Он выкупает второй Метрио Хаммер. Он будет пытаться ваншотить Дазлов или Вич Докторов. Это хорошая затея. Панули СФО. Уже неплохо. СФО очень серьезно проседает. Но вкупей дождался момент. Грейв не понадобился. Да и Хом поняли, что они ничего тут не сделают, увидев Дазла. Зай пытается дофармить свой даггер. Двух сотен не хватает. Но дофармить, понятное дело. Главное сейчас файт ни в кое не врезаться. Ой-ой-ой. Вакуум. Хуро. Летают кассочки и Ланнем решает отступить. Ну, да. Против двух пацанов они здесь вряд ли бы смогли пойти. Все еще нет БФа. 16-я минута. Нет БФа. Нужно дофармливать. Сейчас будет вот после пачки крипов. И должен быть Сайленс. Есть Сайленс. И просто terrible, terrible damage минус Аркизи. Какая плохая смерть. Ему не хватало 50 единиц золота до ботов Юри. Теперь он снова откатился. Ему придется фармить. И появляется Фейзилл Найт Сталкера. Тут у нас прыжок. ДДС отбрасывает назад Акса. Но сам он уже пригорел. Поэтому проиграл. Ой-ой-ой. Слушай, это там Гирич. Фейтболт. Мансит. Нет, ну там Дагер. Не до Мансил малость. Гирокоптер уже должен был напугать оппонента. Но Сикрет не дрогнули. В этот раз они действуют несколько более уверенно. Даже в ситуациях, когда Юрич не захватывает доминатором собаку и не фармит с ней. Не знаю, потому что он не профессиональный гирокоптер. Я не знаю, но в прошлой игре он это делал. Он в прошлой игре делал отводики на Эйншентах. И сейчас мы видим тоже стоит тут рейншент грипп захваченный. То есть он в основном делает отводы на Эйншентах. У нас минус Рошан. Айгис достается Сити Уайю. И у него уже полторы тысячи. То есть вот эта покупка Дезолятора, она в итоге окупилась. Забрали антимага, заработали лишнюю голду. И до следующего артефакта в итоге остается не так уж и много. Да, если это Даггер, то вообще гроши. Нападение на Ужа. И вакуум взбивается. Это минскура. Минус все сейчас будут. Погоня за С4. У него Даггера, естественно, нет. Он пытается сделать дефо... Ау, да ему сбивают! Ну, пока что их он просто хоронит. По-другому не скажешь. Да, есть антимаг. Всегда не стоит про него забывать. Потому что этот пацан всегда имеет возможность сделать камбэк, засплитпушить и так далее. Но команда пока просаживается очень сильно. АМ отстает порядочно. Вообще, все игроки Сикрет сейчас отстают по таймингам просто потому, что Юхоум задали очень жесткий темп. Антимаг отстает буквально на две с половиной минуты примерно от тайминга Баттлфьюри. Точно так же нам только что наш статман показал, что Зай очень серьезно отстает от Даггера. По средним таймингам, если сравнивать. И Юхоум могут за основу болить. Они уже этим занимаются. Мы сейчас открываем графики и видим, что они ведут уже 7 тысяч голды. Абсолютно ждет купе. Нет, решил отойти. А ведь мог, мог дождаться. Так, а что? Вот ее сейчас вообще никак нельзя убить. Драться с ней тоже вроде бы не особо полезная затея, потому что там появится какой-нибудь надсталкер, появится, не знаю, гирокоптер. И вы уже проиграли замес, независимо от того вообще, сколько вас там. Антимаг пытается найти фарм во вражеских лесах. Он находит его, его тоже находят. Юхоум понимает, что АМ сейчас в отчаянии, но и нужно... Ракетку надо прокачать хотя бы в единичку, она будет вижен давать по нему. Во-первых, во второе время. Не нужно особо за ним гоняться. У нас была игра, когда вот такой вот ахимансий 2 не выиграл каточку. Да, вот есть. Не знаю, что он тут делал на самом деле. Загулял немного. У Ланема 2 тысячи голды. Что же это будет? Вот, а гоним сразу. Аганим хорошая штука, потому что темпларке удобнее будет гоняться за врагами. Здесь Кираса очень будет хорошо. Кираса будет неплоха, определенно. Но Ланем решил все-таки в Аганим выйти. Не, не, не. Для Найтсталкера это слишком, как говорится, бомжовый артефакт. Он против Антимака очень хороший. Так, против Антимака у него уже есть он сам. То есть, зачем еще дополнительные какие-то миссы, если, ну, есть просто свой фир. Криплинг фир, если я не ошибаюсь. Так он и есть. Что Юж чуть-чуть до Блэйкинг Бара. Герокоптер с Блэйкинг Баром чем пробивать? Единственное, что будет дэмэдж хорошо наносить, это Дезвард. Который сбивается ментально вакуумом. Вакуум уже четвертого уровня, соответственно, с огромного ренджа может стянуть этого Вичдоктора. И шансов ему не даст. Две минуты до конца Егиса. Вакуум очень неплохо в итоге может получиться. Вот он, Даггер у темп варки. Продолжает CTY фармить. Продолжает он прессовать немного нижнюю линию. В итоге парни из Сикрет не могут особо фармить свои леса. Там вообще все трэпами заставлено, очень много вижена. Сейчас смогу только на линии. Да, прилетает Смок, и Хоум. Входят смоки, Сикреты зажимаются, они боятся. Они опять боятся. Они знают, что их могут спануть. Не выфармливаются даже свои леса. Ты посмотри, абсолютно все споты есть. Их пытаются найти. И ведь сейчас найдут. Того же Схоум мгновенно можно изничтожить, если Темпларка запрыгнет. А она может прыгнуть, потому что не весь Даггер. Нападение на С4. Отличная стяжка. И коллдаун прямо по С4. Грейп, естественно, сразу же ставится. Хорошие каски. Ланамов в результате убивает Дезвардом. С4 тоже погибает. Но Зайя отличный слэмданк. И минус 2. Ты понимаешь, что Ситя не дрался? Он запрыгнул в кусты и не смог. Сделать ни одного удара. Я это понимаю. Понимает ли Ситя, насколько была это вообще роковая ошибка? Артизи сплитит. Очень грамотно сплитит. Кир-2 вышка начинает проседать. Ситя просто делает тэп-аут. Вот такая вот нелепая оказалась ошибка от Темпларки. В итоге стоила замеса. Да. Этот Вич-Доктор должен был погибать с двух хитов. Да. Просто с двух хитов. В итоге Дезвард отстоял все время. Зачем было... Дезвард двух типов отстрелил, по итогу. Ну, нельзя тратить вакуум. Либо Бланар должен... Темпларка, если бы она прыгнула, как должна была прыгнуть, она бы убила Вич-Доктора. Либо же спугнула его. Хотя вряд ли бы провелся ВД на пару тычек в свой адрес. Но, тем не менее. Вот он появляется, Владмир, у антимага. И попытка что? Тоже создавать Владмир от Ланема неожиданное вдруг? После приобретения поинт-бустера. Ну, не знаю, не знаю, насколько это правильно. Может, попросили? Возможно, возможно, кто-то попросил его об этом. Эгита Бессмертных только что была изъята. Пять минут до следующего Рошана Артизи начинает фармить вражеских Эншентов. Но его тут сейчас будут наказывать, безусловно. Сейчас должен быть вакуум, который не даст ему уйти. И Сайленс. Отлично сыграно. Неплохо сыграно. Так. Говорится в простонародье. И Эншенты, и АМ достается команде Ехом. Артизи перенаглел немного. Зная то, что он забирает крипа и вижен, по нему есть 100%. Не видя оппонентов на карте. Надеяться на то, что они довольно-таки далеко и стоять фармить, это опрометчивое решение. Ну, знаешь, тут это уже next level. То есть, а вдруг они думают, что я думаю, что они думают. Артизи мог подумать, что Ехом предположит, что он не настолько отбитый наглухо, что пойдет после того, как он спалился, фармить этих Эншентов. Возможно, он именно так предположил. Возможно, предположил, что он их слишком быстро успеет убить. Но, как мы видим, он ошибался. И Ехом сыграли хорошо. Сетивай просто какие-то там феноменальные вещи сейчас пытается делать со своими пси-блейдсами. Он постоянно старается выбирать наилучшие траектории, чтобы и динайд с эффектом от пси-блейдс, и просто добивать своих рипчиков, чужих героев пробивать. В общем, потеют, стараются сейчас Ехом очень. Прогично, что стараются. Битва-то ни много, ни мало-то. В зале Амбаксов. Я бы тоже старался, наверное. Но имеется такая возможность. Так, вот он БКБ на Шэдоу Финде. Окей. Сэфа будет сейчас чуть сложнее пробивать, но проблема в том, что физики сейчас тоже уже очень много у Ехомов. Цемпларка имеет 250 дэмэджа с рефракшеном, плюс еще появляется Яша. Да, доп-мув-спид сокращает быстро дистанции. Контроля бы чуть больше на антимага, потому что хватает, конечно, через вакуум, если очень быстро оказаться рядом. Так, тут сейчас палец из Амбай. Ну вот палец, он, мне кажется, умышленно. Должен понимать, Тимак, что сетевай сам ему ничего не сделает, что можно эту темпларку в виду иметь. А рядышком стоит Найт Сталкер, готовый. Смаки выдвигаются. Секреты. Секреты выдвигаются в смаке. Сетяя в это время выфармливает с жуткой скоростью леса. 17-го уровня уже имеется. На Ланэм напален. И будут отбирать сейчас Гем. Это минус Ланэм. Тут же сетевай. Сетевай. Гем не смог забрать, потому что просто не слота. Заю спел уйти! Зайгер будет в 2 секунды. Артизи тоже упрекивает. Отличный. Все убегают от этой темпларки. Никто не может сетевать ничего сделать. Сетевай ошибается с прыщом. И в итоге Артизи уходит. Уходит, украв Гем Зай. Отличная игра. Отличная игра от Си. Да, все было на волоске. Все было на грани. Рассчитай там никак не мог, потому что не хватило действительно тычки от темпларки. Даже тычки, полтычки. Там полтычки, да. Там просто лишний дэмэдж какой-то зашел. Хотя, опять же, кристаллис пока еще нет, поэтому про лишний дэмэдж не может быть речи. Это больше математика там была от Зая? Нет, я говорю про то, что доля рандома была все равно сведена к минимуму. Да. Так и есть. Но появится сейчас кристаллис? Я так подозреваю. Вряд ли это Си будет или что-то подобное. И опять фарменшин. Ну, вот она темпларочка, которая очень успешно фармит. Гирокоптер тут уже решил подмазаться немного и получить немного деньжат. Барки 2 900. Ей нет смысла собираться в дефенс. Она сейчас является очень жесткой, убийственной единицей, которая запрыгивает и делает пару твичек даже по тому жаку. БКБ на самом деле тяжеловато немного, потому что каски очень неприятные. Там еще мало ли чем зацепят. Хотя мало ли чем тут не особо котируется, ведь тут действительно, кроме касок, почти все остальное пробивает БКБ. И если ты их так сильно боишься, то, конечно, можно потратить 4 тысячи, но я думаю, что... Можно потратить их на МКБ и делать его на плюху. Вот, 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 вот. Именно к этой мысли я хотел подвести. С языка снял? С языка снял. Ну, ладно. Юш, 800. Так же, наверное, МКБ какой-то будет. Вот, кстати, успевает. Ну, на самом деле, ничего не грозило здесь Артуру, потому что даже если Ланем сбил ТП, пару блинков в сторону, никто не понял. Сайленс. Сайленс, ну хорошо, просто я вам в сайленсе. Там слишком все далеко. Там не далеко было. ТП на Т1. Там Парка была недалеко, на самом деле. Там Парка могла бы попробовать подключиться. Никакой не прыжок с блинка, плюс, ну, спид у нее неплохой. Ну, вот, Ехом немножко подострелили. Сейчас мы поглядим на графике, видим то, что фармят они все равно чуть-чуть быстрее. Они уже почти 10 тысяч. Они бегают много-то. Посмотри, вот раз Пупей на топ подпушил, они смещаются всей толпой на топ, чтобы спануть Пупея. Пупея там уже, конечно же, нет. Единственный бонус, то, что CTI за этим не бегает, он стоит как фармил ботом, так и фармит. Пупутно свои леса выфармливаются, и стоит обратить внимание на то, что Акс купил Готскептер, потому что вот так быстро не убирали. Ну да. Контроль от Агры никто не убирал. Ты 3,5 секунды держишь их на себе. Бьют они тебя или не бьют? Он неуязвим, по-моему. Да, ты неуязвим, ты крутишься, они тебя бьют, ну, стараются бить. И ты все делаешь круто. Ты держишь их на себе. Это дает возможность все цепку заставать ультимейта, а ему там вырезать кому-то ману, возможно, запустить успешный мановойт. Это тоже немаловажно. Это кого-то медвия подтащили, но это нет, это мгновенная смерть. Но у него еще есть БКБ, поэтому он может уйти, плюс хоста, и на хосте Shadowfin все-таки убежал. Я думаю, что это мгновенная смерть вообще будет. Там темп ларки, по-моему, не хватало, я так понимаю. Не хватило ее немного, действительно. Рошан появляется. Это Рошанчик. Так, у сетевая доедала, я тебе так скажу. Неплохо. Просто доедала. Если залетит Крит, не дай бог через Ти-Блейдс кому-то. Ну вот, 825, и это еще с минус 7-ю единицами брони. То есть по Вич-Доктору это будет 825. А Вич-Доктора 1100. Да, это полторы тычки. По ДАЗу хватит, возможно, и одной, если он где-то немножечко подкоснется. Хотя нет, у него останется все-таки 5 брони. Ну так, темп ларка гораздо быстрее доберет очередные айтемы на дэмэдж, чем Вич-Доктор соберет очередные айтемы на хп. Но да, хотя у Вич-Доктора уже имеется ГОСТ, так что выкуси темп ларка. Я вижу уже этот файт от Секретов, когда все нажимают ГОСТы, и один СФ смотрит, такой, вы что, прикалываетесь? И все начинают метелить СФа. Там, кстати, в ГОСТ-то нормальный, и Войт от Найт Сталкера залетит. Да, по суппорту, можно будет разваливать, и полдаун может какой-то хороший залететь в итоге. Но время тянут Секрет очень классным. В итоге пока что ЕХОМ пытаются... Они умеют играть с АЭМом, они знают, что с ним делать. ЕХОМ должны понимать, что те умеют играть с АЭМом. А это значит, что нужно просто не тянуть кота за органы, и прессовать максимально быстро. Тем более, что АИГИС есть, боятся ничего. Ждать какой-то очередной артефакт? Ну какой еще может быть артефакт? Вот разве что на герокоптере там дофармить? Где? Какой МКБ? Зачем тут МКБ? Кому МКБ? Чтобы просто был микробаш первое. Зачем тебе тратить 5 с половиной кусков, вернее, формить? Пытаться сейчас 5 с половиной кусков. Наперед вытрофиняешь, чтобы обломить всему вытрофиняю сразу. Я пытаюсь сказать, зачем ребята тратят время на фарм. У них есть все, что необходимо. Будет МКБ или не будет, разница невысока. К тому моменту, пока Тамбларка нафармит на МКБ, у антимага тоже будет какой-то лишний артефакт. Купей видит? Нет? Купей должен кастовать ТП-аут. Кастует ТП-аут. Вакуум. Минус Купей. Заколол Тарксир. И он зацарапал Найт Сталки. СТАЙ. На СТАЙ, кстати, С4. Да, возможно, он и будет это делать. Прямо С4 там. Астана нет. Ну, так скажу. Очень больно. А ДАЗ-а нет? Ну, не, нечего вам. СТАЙ почти взорвался, на самом деле. Сейчас пошла МЕКО. И пойдут добить. Байбэк у СФа нет. Это же тактика стеклянного разрушителя от команды Япон. То есть в этом парке нет ни одного артефакта на живучие стекляния Пауэр Трэдс. Ну, Даги, конечно, может являться таковым, но... СТАК он не даёт. Тут 50-50, да. То есть либо ты напал, либо ты убежал. Если же речь идёт о конкретных статах, что ТТ на интеллект в данной ситуации. Смотри, что творят. Они просто отводят урсой крипов. И не дают зайти на хайграунд. Да, нормально делают. Поверяются Солар Крест и Монтастайл. Монтастайл хотя бы успел появиться до захода на хайграунд противника. Но вот он бутерфляй от Ужа. А вот это печально. Печально, конечно же, для Team Secret, потому что пробивать пока бутерфляй Эчим МКБ не появится в ближайшее время. У Артизи, потому что БФ, Монтастайл и пусто. Пусто? И пусто. Тоже такой слот. Да, артефакт такой, да. Он зачастую у всех суппортов есть. Даже в нескольких слотах. Да, только что с этой урса был очень забавный момент. Очень классно делали секреты. DC нужно украсть у Артизи, блинг. Чем он сейчас и занимается. У него теперь два блинка. У него теперь два блинка, он может инфировать. Не успел Найтсалкер. Чуть-чуть не успел. Там уже трипкий Криплинг Фир. Кстати, можно попытаться убить сейчас. А там он доставил. Да, там любого он доставил. А вот Зая. Зай. Зая. Зай. Зай убьют. Зай убьют. И там уже Сетивай рядышком. У него секунда холдаун на блинке. И мы не успели его сбить. Тут тычки каким. Ну все-таки болезненный тычки по С4. Тут же Зай. Зай стоит. Все в куче. Зай по-прежнему стоит. Вот он только сейчас. Кура, до которого добрались. И прогоняют Сигретов на базу. Темп Ларка прыгает. Два удара. Минус один. Минус два. Минус три в итоге. И Зай зажат. Сетвар. Его бить не пойдут. Аэм отпушил ботом. Извиняюсь, ботом. Мидл лейн, чтобы не запушили ребят из Ехоум. Но на ботоме крипы очень близко. Да, ботом это слабое звено. Это Хелесова пятна сейчас команды Сигрет. Потому что по этой линии можно попробовать зайти. Еще 44 секунды не будет Шадоу Финда. Там есть тайгис еще. Не стоит забывать. Но ему осталось минуту, наверное, жить. Где-то полминуты. Это хватит на файт. Конечно, хватит. И вышка под минус армон. Нет, Глифа это по-любому минус одна сторона. Аэм находится глубоко. Но он не успеет спешить. Они гораздо быстрее снесут. Намного быстрее. Это минус первая сторона. Они сейчас должны смещаться в мидл тут же. Не рискуют. Пока не рискует Ехоум. Слишком надежно играет команда из Китая. И в этом их винить, естественно, нельзя. Очень классно отыгрывает Ехоум. Появляется Гуардиан Грифс. У Дарксира. Да, и МКБ готовы у темпарки, если не оставлять на байбэк. Пропадает АЕС. Но я думаю, если тебя будет оставлять на байбэк, не стоит так рисковать. МКБ того не стоит. Сейчас не та ситуация, когда МКБ является критическим артефактом. Потому что воротов там нет. А Дэмоджин наносит так слишком много. Хотя, видишь, не стесняюсь. CTY покупает Манки Кингвар. И у нас 6-слотовая темпарка на 33-й минуте. Нет, ну Даггер является яшу собрать в Сию. Вот, яшу, да, разве-то апгрейднуть во что-то типа Манты или еще что-нибудь. Но в итоге 6-слотовая темпарка 33 минуты. Неплохо сыграно. Где-то гпм 636 гпм. Неплохой очень показатель. Да, для 34-й минуты это очень хороший показатель. Можно открыть байбэки. Отпушивает АМ. Понятное дело, что он будет всеми методами пытаться не давать крипам на топе подойти к Т2. Потому что там еще Т2 стоит. Все три стороны забрать за ход не получится. Но и тут Смоук. Тут Смоук. Найт Сталкер заимеет прямо сейчас практически Аганин, который ночью будет давать Оонну Вижена. Очень важный Вижен для Тэнфарки. Потому что она не будет прыгать сейчас на Абума. Она будет прыгать по конкретной цели. Как, например, сейчас на С4. И четыре удара. И Зая, что ли, Хович? Вакуум есть? Нет, вакуума нет. Опа, Ардизи. Нападает Зая. Отличный Агр. Просто офигенье. Еще и Агр. Сидевай погибает. Рубик успевает. Удет из блинка. Но он к ним отправляется. Антимак. Сталкер его поталкивает. Минус два. И Ротики тоже пошли кассочки. Минус армора. Сталкер, а там буквально пару тычек надо. Прилетает сюда Юж. Начинает наваливать. Антимак. Решил пасануть. Уходит Зайс. Много дэмэджа. Будет ли Агр? Есть Агр. Дэзвард настреливает. Как много урона летит по Южу. Но он просто регенится. Сталкера есть. Сайлент Спортези. Он не уйдет. Куро. Куро тоже погибает. Минус четыре. Трипл килл от Ужжа. И это... Байбэк от Аэма. Байбэк от Аэма. Байбэк от Аэма. Дэзвард не придется делать байбэк. Потому что не успеют добраться до этого момента. Гехолм на базу, чтобы попытаться разлисти. Ну и слишком силен гирокоптер. Но теперь ситуация такова. Что у Антимага кулдаун на байбэке. Возможно, прямо сейчас он потешил. Хотя его бы в любом случае разводили. Ладно. Не думаю. Думаю, можно не тешить себя надеждами, что этого байбэка не произошло. Есть кулдаун на байбэке. У Тэмпларки этого кулдауна нет. И сейчас можно смело отправляться. Смерть Антимага будет означать ГГ. Именно. Без Антимага защищаться будет практически невозможно. Шадоу Финт не стал настолько непобедимым персонажем, чтобы его очень серьезно боялись. У Дарксира на Этвордс несколько даже выше, чем у СФ. Вы увидите вот эти 200 атаки, мекка, бкб и всего лишь Доминатор. Все, что удалось оформить С4 на 36-й минуте. У Дарксира, кстати, подождут Рошана. Да, минуту Дарошана. Это тоже будет правильно. Да, это будет чересчур правильно, потому что у Гирокоптера появилось МКБ, у него также нет байбэка. Дэмэдж у него прибавилось очень порядочно. Он сейчас может саппортов просто угробить, стреляя по мейтере. Да, и вот сейчас Ланэм, этот типичный Найт Салкер с Аганимом и Гемом. Он просто бегает возле хайграунда. Он просто Девардит все. Сейчас мы включаем Вижн команды Сикрит. Это они не видят ничего. Вот так вот мы включаем. Все. Ребята сипы, как котята. Я ритмой начал говорить, что-то здесь не так. Все впечатленько. Да, ну и сити-плай. Дальше-то что? Дальше только байбэк. Остается 700 галпы еще до байбэка. Ну что тут Рошана? Рошан появится, у них там трэпа стоит, они его сразу увидят и пойдут фермен. Куда-то туда Сикриты вряд ли пойдут. Ой-ой-ой. Тычки может быть. Артизи. Антимак прыгнул просто на голову своему оппоненту. Тут подтягивается еще. И будет Сайлент Салкер не на того, кидает Сайлент у нас Ланэм. А возможно и на того. Да, там же есть Монтав. Возможно считал, что Сай как раз не сможет его сбросить. И в итоге Артизи погибает. Как это произошло? Дезвард, да кофиг на Дезвард. Просто пресс-форвард. Вин, Ехом пойдут заходить. На базу Канди Сикрит. Минуту пей. Минус сай. 970 факсов. Гага! 2-0. В Ехом проходят дальше. А Сикрит падают в лузера. Я что-то не вижу чересчур большой радости на их лицах. Как будто, знаешь, на веночку отработали. Тренированное. 7 кммр откатали. Знаешь, что плюс 25 ТС, а все нормально. Ну ладно, я на самом деле шучу, потому что игра была крайне напряженная. Сикрит почти получилось. Мне это даже на кого-то напоминает.